На час, на север к нам Наш ответ мушкетёрам Александра Дюма История Нины Саратокиной и Светланы Дружининой о трёх влюблённых гардемаринах «Гардемарины вперёд!» Абсолютный кинохит 1987 года Зрители были уверены Курсант навигацкой школы Дмитрий Харатьян и монашка Ольга Машная так страстно любят друг друга не только на экране Но их отношения на площадке, мягко говоря, были прохладными И вообще тот период Ольга называет самым сложным в жизни Она только что ушла от единственного мужчины, которого по-настоящему любила Актёра и сценариста Валерия Приёмахова Я не люблю «Гардемарины» пересматривать Для меня эта картина имела другое значение Потому что тогда, после расставания с Валерием Михайловичем был какой-то, конечно, вакуум И мне казалось, что я стала какой-то вот скукоженной Какой-то, знаете, я себе не нравилась Это был период, но это был период потерь Когда утрачивается вот это чувство полёта А Валера... А Валера пытался спасти, надо отдать ему должное Он пытался спасти, но что-то вот меня уводило Не знаю Сейчас не знаю, потому что Всегда расставаться, знаете, вот сложно И действительно маленькая смерть Потому что больно обеим сторонам Софиты, камеры, мужчины Съёмочная площадка – не лучшее место для девочки-подростка Ольга впервые попала в кино в 13 лет А в 15 сыграла первую главную роль в картине «Никудышная» За пять лет семь картин У Динары Овсановой, Глеба Панфилова, Владимира Граматикова, Георгия Данелия В партнёрах сплошь звёзды Соловьёв, Ефремов, Табаков, Леонов Когда я почувствовала звёздную болезнь, я очень хорошо помню Я помню, что мы смотрели фильм Компании Фильм с участием Накинтия Михайловича Смоктуновского А я уже снималась в Динары Я уже, по-моему, ездила в Москву на пробы По-моему, я уже в Москве снялась, какую-то картину И я помню, что появляется Накинтия Михайловича на экране Я говорю, а, Кеша Смоктуновский Я помню, как раздвинулись стены Они от меня отодвинулись Потому что, ну, кто я такая, чтобы так говорить про вообще великого артиста Когда Ольге исполнилось 18, кинотусовка уже смаковала интимные подробности скандальной истории Девочку соблазнил 40-летний мужчина Актёра-сценарист Валерий Приёмахов Хотя кто кого ещё вопрос Это случилось на съёмках фильма «Пацаны» Как раз после этой сцены Обнажённое юное тело Тогда взволновало добрую половину членов съёмочной группы Тогда мне было не стыдно, потому что хорошенькая молоденькая, всё в порядке Там в основном главный герой – мальчики И, конечно, естественно, на сцену купания Откуда они взялись, я уж даже не помню Как-то их автобус должен был подаль стоять Я выхожу и смотрю, как они, мам, из-за сосны, из-за дерева Вот, и потом мы ехали в автобусе Я помню, что так устала Прислонила голову и вдруг, пам, какие-то токи, знаете, пошли в аренду К нему голову прислонили? Да И вот какие-то флюиды, какие-то токи Вот то, что я вдруг поняла, что я попадаю в какое-то электрическое пространство Абсолютно электрическое ощущение Я в нём нашла мужчину отца Мужчину любовника, мужчину наставника И, конечно, это был очень хороший период Врач, помню, пришла, но я заболела Вот, и Валера был дома И она, когда её провожала к лифту, она сказала Деточка, он же старше тебя, он же старый Я помню, тогда сказала, говорю, простите, пожалуйста, но вы пришли как доктор Говорю, а не как подруга, я не спрашиваю вашего совета Спасибо, до свидания Вы знаете, даже если что-то говорили Я в этом плане, когда выбираю, что ты никого не слушай Это нужно мне Я живу своей жизнью Это я понимала всегда Вот твои подушки! Иди тронь тебе, говорю! Всё на себе! Убью! Она никогда и никого не слушала Ей никто и никогда не мог ничего запретить В кинобизнесе Ольга Машна известна своим крутым, взбалмошным и взрывным характером Впервые она проявила его ещё в детстве В 12 лет заявила родителям, что те живут неправильно И она уходит к своей новой маме Ассистентке студии Ленфильм Эмилии Бельской Я бунтарка была, как им было тяжело бедным Царство небесное Ну, понимаете, вот я помню, что тогда Как же, какие же сигареты? Беламурканал, это папиросы И, по-моему, болгарские были Естественно, пробовали в детстве Ну вот, решили родители навести уборку И нашли эту пачку И я сказала, что это не мои сигареты, я не курила Но мне не поверили И я демонстративно встала в форточки Закурила эту сигарету И сказала, что если вы меня сейчас ударите Я убегу из дома Так что характер был, ух, не сладкий Я даже помню, что в 15 лет им говорю Надо вам развестись Утрёха-то была, господи Я помню, когда я уходила к Милочке моей Вот, моей киношной маме Вот я помню, что я собиралась И отец мне принёс мороженое Как-то они меня провожали Знаете, как на войну провожают Как, не знаю, в армию провожают Как-то я расставалась, в общем, уходя в новую жизнь Как-то без сожаления Вот это какая-то такая, наверное, детская жестокость такая была, знаете Вот, тётке своей отдашь и себе гостиницу купи О, ходить Угу А мне некуда На пак стилопади А ты характер свой схорони Поклонись, не переломишься Люди не хуже тебя, они лучше Есть такая идея Может, отправим её к моим? Это же далеко Мама, ты как думаешь? У меня думалка не работает Ба, плюнь на них Я им отправлю А почему вы свою родную маму Называли по имени отчество? Как-то так вот сложилось Что-то в моём неокрепшем разуме, понимаете, перевернулось Не знаю Я звала её, кстати, в последние годы Надежда Алексеевна Это уже причиняла, наверное, ей боль Не знаю Вот не могла сдвинуть себя Не могла назвать её мамой Родители в чём-то виноваты перед вами? Нет А вы прощения у них просили? Нет, не успела Ушла Надежда Алексеевна Моя родная мать И она умерла от рака Ходила тяжело Отец за ней ухаживал, надо сказать Не знаю, как они сроднились Но они были вместе, знаете, в горе, в радости Я помню, что я ехала в поезде как раз Я не успела Я не успела её застать В 5 утра меня что-то, знаете, какая-то сила меня подняла Потом я узнала, что вот в 5 утра её не стало Вообще, для меня был шок, когда её не стало Вот первый раз в своей жизни я увидела покойника Так страшно Это же мама Мама, но это уже тело Это уже какое-то, знаете, вот У меня сразу какой-то Я вот этот момент очень, кстати, плохо помню У меня как-то Что-то со мной произошло с сознанием Я просто видела Я перестала видеть краски Вот я помню, что какое-то время Я не знаю, сколько это День, два, недели У меня всё было чёрно-белое Как тебя зовут? Анна А тебя? Меня, Вадим Что? Брат Герман А? Вот такие нынче мамки пошли Руки у них не оттуда растут В 1984 году, когда на экраны вышел фильм «Милый, дорогой, любимый, единственный» Машна и Приёмухов уже год жили вместе Гражданским браком Ольга уговаривала Валерия Михайловича завести ребёнка Который, как она считала, сделал бы их настоящей семьёй К тому же в последней картине Её любимый мужчина так чудесно ладил с киномалышом Но в жизни о детях Приёмухов не хотел даже слышать У него уже была дочь от первого брака Развод был болезненным И с него хватит А почему всё закончилось? Ну, тому были причины Тому были причины Нерождённые дети Причины Аборты Это он заставлял делать? Он считал, что детей иметь ещё рано Я думаю, что я сама была ребёнком за троих Понимаете? Угнаем ещё и дети Квартирные условия, наверное, были стеснены Была однокомнатная квартира В общем, всё-таки он много работал И тогда у него работа пошла И мне надо было, наверное, покрепче быть А я всё-таки была ещё такой, знаете Привязанной такой овечкой Я не изменила вот своё мнение Потому что, пожалуй, то, что я считаю Как и должно быть между мужчиной и женщиной Дети – это естественное продолжение И поэтому, конечно, вина у обеих сторон Я должна была быть, наверное, покрепче, как женщина Глупенькая была Не казалась, вот казалась, понимаете В общем, это, наверное, стало таким камнем преткновения Я думаю, для меня Потому что, ну, это всегда, в общем, трудно Трудно пережить женщине Их отношения продлились всего четыре года В 1987 году Ольга собрала свой небольшой чемодан И покинула квартиру Приёмухова Навсегда Несколько лет она скиталась по квартирам подруг Снимала комнаты в коммуналках И по-прежнему больше жизни Любила своего Валерия В августе 2000 года Валерия Михайловича не стало Причина смерти – рак головного мозга Я понимаю, что я не могу уснуть Вот, знаете, меня подняла какая-то сила Вот в четыре часа утра Я рыдаю, рыдаю, я рыдаю, рыдаю И под утро мне позвонили То есть вот что-то было такое, знаете, помимо меня Потому что объективных причин, ну, вот не было И я помню очень хорошо это ощущение А потом я вот уехала на съёмки А почему не к нему? Ну, это был чужой муж Это, так сказать, другая семья Там занимались этим, понимаете Я могла появиться только, так сказать, в качестве как бы бывшей, понимаете, жены Но я улетела тогда на съёмки И надо сказать, что, наверное, как-то я спасалась этим Это было вот моё, моё личное горе Которое не надо было ни с кем не делить Сын Дмитрий – плод непродолжительного романа актрисы С певчим церковного хора Алексеем Тарасовым Сегодня этот парень – её милый, дорогой, любимый, единственный Сегодня он служит в одной из воинских частей Подмосковья Заботливая мама сумела договориться, чтобы Дима был как можно ближе к дому С любимыми не расставайтесь Главный вывод, который делает Ольга Машная Я его очень ждала Я знала, что у меня будет мальчик, я с 15 лет говорила У меня будет сын А вы не жалеете, что у вас только один ребёнок? Жалею, вот об этом я жалею Понимаете, когда ты вот рядом с другом, с мужчиной, который, в общем, тебя поддерживает Это легче пройти, когда родители есть А когда ты, в общем, одна, когда ты и мама, и папа, и бабушка, и дедушка Понимаете, превращаешься в монстра Всё равно это неправильно Ну это мой опыт, такой трудный Я вела как-то ребёнка одна, организовывала одна Как-то так проходила какие-то, ну свои естественные там трудности, которые у всех есть В каждой избушке свои погремушки Я очень давно поняла, что самое главное, чтобы не остаться одинокой, не надо ничего разрушать И учиться, и благодарить Вот создавать, созидать, сохранять Вообще, это женская миссия Ну такая, очень правильная По Богу Нельзя разрушать и уходить от мужчин, которых любишь Ой, это всё должно воспитываться в семье, понимаете Потому что если бы объясняли, вы понимаете Если бы говорилось, наверное, меньше было бы ошибок Хотя не знаю, хотя не знала Бывает по-разному Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому